С течения обстоятельств, так комментируют сотрудники гидромедцентра, весенний поводок. Потеплело в этом году раньше обычного. Внезапно снег начал стремительно таять. При этом осенью его долго не было, что и привело к сложившейся ситуации. По словам синоптиков, подтопление в этом году связано с тем, что почва промерзла слишком сильно и не способна быстро впитать талые воды. При норме в 79 сантиметров она промерзла до 89. При этом максимальные запасы воды в снежном покрове в этом году в бассейнах рек составляли от 46 до 112 процентов от нормы. Как и результат, уровень воды весной в реках поднялся выше обычного. На реках области наблюдались подъемы уровня воды 10-14 марта от 18 до 24 дней раньше средних многолетних дат. По словам синоптиков, всемирное потепление действительно наступило. Причем на территории России оно происходит более быстрыми темпами. Если на планете средняя температура воздуха повысилась на 1,5-2 градуса, то в России примерно на 3. А Самара и вовсе город-курорт. Для Самары норма определяется 30-летиями. Вот последние нормы, зафиксированные для Российской Федерации, да и не только российская, во всем мире такая норма климатическая принята, она значит с 1990 по 2020 год, вот это 30-летие. Так вот в Самаре эта норма сейчас составляет плюс 6 градусов. Конец марта также порадует самарцев высокими для этого периода температурами. В ближайшие 2-3 дня ночью будет минус 3-2, днем от 7 до 13 градусов тепла. 25 марта ожидается небольшой дождь, 26-27 без осадков, ночью плюс 2-7, днем до плюс 15, что на 8 градусов выше нормы. Снег в течение недели почти везде растает, а вот почва прогреется недели через две. Виктория Шарая, Николай Епифанов, События.